Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Мазин Холиплей. Первый серии, мы не здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить монет при регистрации. Итак, сегодня новая серийка Будет Даля Бойщика. Как я обещал, буду раз в неделю снимать Будет Даля Бойщика. Почему так? Потому что если я буду снимать там каждый день, либо через день Будет Даля Бойщика, то вам это надоест и однотипный контент меня не очень интересует, думаю, как и вас. Поэтому погнали работать. Так, сейчас арендуем наш Камазик, у меня 12 уровень Даля Бойщика, в принципе. Вчера были выходные, но я что-то не работал. Не знаю, что я... А, я что-то другим был занят, я не помню, что это другое дело, короче. Вчера был X2, сейчас X2 нету, поэтому я буду получать всего лишь 13-ый за рейс. 13-600, если быть точнее. Так, пишем G-Skill, кстати, G-Skill, G-Skill. Пишем команду G-Skill. Вот, 12-ый уровень, 19-42. Еще нужно сделать где-то 12 рейсов и будет уже 13-ый уровень. Но я думаю, это нормально. Все, подцепляем наш прицепик и едем уже работать. Я приехал на монстры, ну, вы это, в принципе, видели. Я решил там его не парковать. Вот реально, красавчики тех, кто вот здесь паркует машину, а не вот прям возле аренду где брать. Это реально круто, круто, реально. Очень круто. А я свой монстр туда впихнул, потому что... Ну, тут минуту место для него, куда его припарковать. Поэтому я его туда поставил. Чё-то этот прицеп прям очень тяжелый. Даже аль поджимаю. Да, вот этот прицеп какой-то пиздец тяжелый на самом деле. Ну, ладно, поедем с ним. В принципе, ничего страшного. Сделаем сегодня... Ну, не знаю, хотя бы 2-3 рейса сделаем, да. Надеюсь, если не будет рейсов в Южный, то сделаем много рейсов. А если сейчас подряд будет в Южный упадать, то сделаем хотя бы 2 рейса. Поэтому как-то так. Просто... Смотри, какой еблан на БМВ просто. Просто, блядь. Просто по встречке ездят. Придурки, блядь. Нельзя пропустить, сука, фуру. Ну, пиздец, где надо быть долбоебом, чтобы не пропустить фуру? Едет навстречу 2 фуры. Он едет по прямой. Его ФК уходит. Ну, дебил, блядь. Просто дебил. Серьезно. У меня уже реально бомбит. Уже не первый раз люди просто по встречке мешают. Что я на бензовозе работал, блядь? Что на дальнобойщиках? Нахуя так делать, сука? Это ж дебилизм просто. Реально ебланы просто так ездят по встречке только. Ну, точнее, это не встречка, блядь. Это просто он не пропустил фуру. Ну, видите, есть 2 фуры. Я пытался от него уйти как-то. Но не получилось. Все-таки у меня врезался. Ну, видишь ты, блядь, издалека фуру трудно не увидеть. Вот, вот едут чуваки. Надо их пропустить. Видите, я прижался в бок, пропустил их. Блядь, нужно уважать друг друга на дороге, блядь. Да, это игра, но, блядь, как бы... Все равно. Нужно себя вести нормально. Вот даже в реальной жизни, так бы он фуру бы не пропустил. Пизда бы ему нахуй была. Просто ему был бы пиздец. Просто от его бомбы бы ничего не осталось. Потому что это КамАЗ. У него, блядь, бампер этот бы у него, блядь, в жопе был бы. Так, все, я приехал в порт. Началась загрузка, в принципе. Так, давайте я напишу муку. Как бы, да. Фу, хоть батарея выпала в первый рейс. Это уже хорошо. Хороший знак, блин. Кстати, меня сегодня подписчик обманул на 150 тысяч. В принципе, я вам скриншоты предоставлю. Я думаю, вот так все помыть по скриншотам. Но я объясню. Короче, мне позвонил подписчик, говорит, типа, вот, помоги, пожалуйста. Дай мне 100 тысяч на квартиру. Я такой, типа, я тебе верну 200. Я такой, думаю, ладно, окей. Я, как бы, ожидал, что это, возможно, может быть обманом. Да, даже уверен был. Но, думаю, ладно, помогу подписчику, типа. Он говорит, типа, что мой подписчик, помоги, там все дела. Типа, выбил в рулетке X5. Типа, окей. Он приехал к заправке. Мы сели в бензовоз. Я поехал. Квартиру подвез. Он говорит, типа, 150 тысяч квартира стоит. Говорит, дай 50 тысяч, я тебе верну 250 тысяч. Я думаю, окей. Дай 50 тысяч, жду минуту, захожу подец, все, его нету. Он офнулся. Потом пишет мне через минут 20, типа, вот, у меня крашено, все дела. Я такой, окей. Он говорит, приедешь за мной. Я приезжаю на монстр, за ним к шахтам, в принципе. И потом мы едем к квартирам. На горе там есть квартиры, короче. Я думаю, все знают. Говорит, он заходит, говорит, типа, блядь, ты мне все испортил. В смысле? Говорит, типа, квартиры 200 тысяч стоят. Я говорю, что ты мне врешь? Я только начинаю выходить с машины, идти смотреть квартиры, и он просто офис игры. Потом он заходит, спустя час, я ему пишу, жди банн, он пишет, иди нахуй. Я пишу, хм, окей. Как бы, ты меня обманул, типа, жди наказание. Ожидай, короче. Как-то так. Ну, серьезно, мне не жалко было дать ему там денег, там, на квартиру. Как бы, понимаете, вас много, а я один. И поэтому я не раздаю много денег, я там могу, там, 5 тысяч до 10, в принципе, для меня это не проблема. Но именно обманывать так в наглую, в принципе, я не люблю такого. Я напишу на него жалобу, не знаю, может, это что-то делают, или нет, как бы, 150 тысяч, в принципе, не такая уж большая сумма. Но, ну, это именно принцип, понимаете, пацаны, принцип. Я не люблю людей, которые обманывают. Кстати, там сейчас происходит захват этого АО, там ОПГ, по-моему, солнце, если не ошибаюсь. И там ФСБ приехал, все дела. Я забежал спокойно, там всех повязали. Я спокойно забежал, устроился дальнобойщиком и вышел. Как бы, меня никто даже не трогал. Ну, это хорошо, что меня никто не трогал, я спокойно теперь могу записать серию для вас, будь доля бойщика. Так, нам выпадают грузчики Арзамаса. Ну, в принципе, хоть не так далеко ехать. Серьезно, лучше ездить в Арзамас, чем ездить в Южный. В Южный, там, то, блядь, этот мост вонючий поднят, то еще что-то, блин. А вот ездить в Батырево, там, и в Арзамас, это нормально, это нормально. Это годно, в принципе. А вот в Южный, я вообще нет желания у меня ехать туда. Так, все, короче, выгружаюсь. Уже приехал на грузчики. Так, давай, 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 по бырику. Опа, 13600. Все, едем обратно в порт. Так, чувак, меня 3К просит. Ну, ладно, на. Блин, меня, понимаете, было 200 с чем-то тысяч. Меня развел подписчик, и я потом потратил еще. Просто пиздец, реально. Просто, и сейчас мне даже, блядь, не за что бензин толком возить. Так, пацаны, срочная информация. Ваня, он же Джонни Прайд, продает свой бизнес в Арзамасе. Сейчас я покажу, где он находится. Вот, этот перекресток в Арзамасе. Давайте я вам покажу его на карте. Вот, в Арзамасе находится, короче, бизнес на перекрестке. Возле Диана, возле разводчиков продуктов. Недалеко от банка, короче, недалеко от аптеки находится спортзал. Вот этот, как бы это его спортзал. Так вот, он его продает. Продает его примерно за, там, 25-30 миллионов. Пинка здесь хорошая, примерно 300-500 тысяч. Пишите ему в ВК, ссылочку на ВВК я оставлю в описании. Продает он его в связи с тем, что хочет купить очень дорогую машину. Поэтому, кому нужен этот спортзал, пишите ему и покупайте. Итак, я, короче, продолжаю записывать уже на следующий день, потому что меня крашило, и я потом что-то не захотел ехать рейсы. Сейчас мы доедем до баз дальнобойщиков, обратно арендуем. Блин. Дал человеку покататься, он взял монстр, разбил. Ну, молодец, конечно. Ладно, погнали за ремкой, сейчас подчиню, доеду и уже продолжим. Так, всё, доехал, монстры я здесь, брошь, пусть стоит. В принципе, и погнали, сейчас арендуем обратно КАМАЗ. Блин, я что-то с компом, блин, я вот бываю, когда играю, если долго играешь. Ну, как долго, поиграешь час, потом включаешь запись и резко 25 FPS. Пацаны, пишите, кто знает, что такое. Перезаражаю комп, перезаражаю интернет, потом всё нормально. Странная какая-то дичь на самом деле. Я вот, блин, думал, что пиздец уже записывать не смогу, но вроде бы сейчас всё нормально. Поэтому давайте сейчас арендуем грузовик, КАМАЗ. Вот петух, сука. Нельзя было раньше арендовать, я вот не понимаю таких людей просто. Так, всё, чувака принял я в семью и арендовал, короче, КАМАЗ. Всё, поехали. Сейчас по Бурику. Сделаем хотя бы ещё два рейса. Блин, главное, чтобы не крашило. Меня в прошлый раз крашило, извиняюсь. Там многие долябойщики просили передать им привет, но... Видео сохранилось, но не до конца, поэтому часть с приветами как бы потеряна. Поэтому извиняюсь, что не смог показать всех, кому привет передал. Ну, ладно, ничего страшного, думаю. Главное, что хотя бы главная часть видео сохранилась. Так, я приехал на загрузку уже. Блин, надеюсь, Батырево, блин, я в Южно не хочу вообще ехать. Серьёзно, блин, ненавижу в Южно ездить. Это очень далеко, блин, ехать. Потом ещё есть в Арзамас ехать. Это пиздец. О, началось, блядь. Всё, пизда, чуваку, нахуй. Приплыл, блядь. О, Батырево, всё, поехали. Блядь, ты чё вы лагаете, Алёша? Надо развернуться аккуратненько как-то. Так, тут людей, конечно, пиздец. Поэтому я решил вот так вот встать возле чувака. Правда, он в касты, надеюсь, меня сейчас не кинет в бок. Может, он стоит на моём месте, кражешь. Потому что, когда в кау ходишь, блядь, бывает, стоишь не там, где нужно. Вот видите, четыре фуры стоят вместе со мной. Нормально, чё? Блин, вот у меня обычно без опилки всегда кражут почему-то. Надеюсь, сейчас, блядь, если на лесопилку выпадет, я боюсь, что меня потом не крашнуло. Это будет довольно-таки хреново. О, на лесопилочку. Вот это заебись, сейчас будет рейсик. Так, доехал я благополучно. Фух, блин, я хоть деньги отобью свои, потому что я на аренду два раза потратил, потому что я перернулся один раз, потом второй раз я начал ехать, включил запись. У меня FPS хуёвый был. Пришлось перейдить комп. И вот, 15 тысяч я потратил. Ну, хоть немножко бабок отобью, потому что, бля, бабок вообще нету, просто нету. Смотрите, просто нету бабок. Вот. Пиздец. Просто пиздец. Сколько мне там? 60 часов уже отыграл. Ещё надо отыграть 99 часов, и будет у меня 41 уровень. Пиздец. Так, всё, я в порт обратно приехал. Батырочку, пожалуйста, ещё один разочке, будь заебись. О, шахта вообще замечательна просто, пацаны. Просто топчик. Топчик, топчик, топчик. Погнали, всё. На шахту вообще заебись. То, что нужно, реально. Так, вот мы благополучно приехали на шахту. Так, вот этот чувак тоже на КамАЗе. Блин, надо бабок отбить своих, хотя бы за аренду. Заработать тысяч, хотя бы 60-80. Что было, за что, во-первых, бензин возить на ЗС-ку. Во-вторых, чтобы заправлять тачки, там, ремки и так далее. Ну, думаю, это всё понятно. Так, выпала мне обратно на лесопилку. Бля, вот просто радует меня рейсы. Уже два раза на лесопилочку. Прям замечательно просто. Так, аккуратненько проезжаем. Бля, вот батарея всегда лагает просто жёстко. Так, всё, выгружаемся. Короче, так, G-Skill надо глянуть. Сейчас будет 26. Нужно ещё будет сделать... Ну, рейсов, наверное, 6, да. Нужно будет сделать, чтобы у меня был новый уровень дальнобойщика. Ну, думаю, это не будет трудно, в принципе. Так, 13 тысяч заработали, всё. Теперь едем обратно в порт. Так, заезжаем снова в порт. О, хоть здесь никого нету, никто не будет мешать. Я один раз так жёстко в воду улетел. Короче, заезжал. Вот сюда и как-то заезжал. Тут ещё фура была. Я подкидываюсь вместе с прицепом в воду. Тупо на дно вот так плыл, плыл, плыл. Написал админом. В итоге не смогли мне помочь. Короче, я вышел с игры. Но это было жёстко. Именно с прицепом в воду улетел прям. Даже прицеп не цепился. Опачки, снова роговичи шахта, пацаны. Блядь, просто фартит. Блин, ну и уже четвёртый рейс, по идее, за серию делаем. Или пятый, я что-то не помню точно. Сколько я вчера делал рейсов. Ну ладно, пофиг. Нормально, нормально. Быстрее так скилл прокачаю. Что-то мне страшно туда подъезжать как-то. Давайте подождём, пока кто-то отъедет. Блядь, как ты сдаёшь? Ну давай, разворачивайся. Так, 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 так. Бля, можно как-то поаккуратнее? Давай, ёпта. Опа. Всё, припарковался. Вот, что, блин, есть такие нормальные дальнобойщики, которые усыпают друг на дорогу. Это довольно-таки хорошо. Блин, меня чувак этот... Заколебал немножко. Он типа хочет меня увозить. Я... Работаю. Водитель... Не нужен. Пока что. Я волновался за вас. Не волнуйся. Не волнуйся. Всё, блин. Просто он немножко мешает, отвлекает меня. Поэтому... Дружище, не волнуйся. Дон Кинг. Он лично моим водителем хочет быть. Ну, блин, я не люблю на самом деле на пассажирском ездить, потому что это пиздец. Напишу. Я буду видос, скорее всего, монтировать. Поэтому, не знаю, посмотрим. Ну, блин, я не люблю пассажиром ездить. Меня реально херит, когда я пассажиром езжу. Пиздец. Реально, я не люблю пассажиром ездить. Я люблю за рулем сюда быть. Так, доезжаем уже до выгрузки. Так, по-моему, где-то здесь надо парковаться. Во, всё, выгружаемся. Сейчас, наверное, поедем ещё один рейс. Последний, в принципе. Потому что, ну, я не хочу очень длинные серии делать по доля бойщикам. Хотя мне очень нравится ездить и снимать, будет доля бойщика. Но длинные серии, я думаю, вы не будете смотреть. Поэтому сейчас ещё один рейс делаем. Пятый или шестой. И будем потом уже заканчивать. Это мусора повязали, блин. Вот нахера они стреляют, я вот не понимаю. Вот в чём прикол? Просто пиздец, реально. Так, от них сейчас кроемся сюда просто и всё. Бля, ну мою фуру, по-моему, видно на карте. Так, по-моему, я от них съебался. Хотя мой прицеп видно на карте, блин, вот это хреново. Хм, хм, хм. Бля, там, по-моему, выезда нету, да? Сейчас потихоньку назад следим. Бля, я работаю, нахуя? Вот, я понимаю, да, там преступники и все дела. Но мне всего лишь 9 сестра, как бы, и то я случайно двух рыжиков сбил и всё, блядь. Понимаете, я не демблю никого. Лучше бы ловили тех, кто реально серьёзно нарушает, у кого много звёзд. А те, кто работает, блин, нахера их трогать, это бред, серьёзно. Я таких людей не понимаю. Как бы, я работаю, зарабатываю деньги, и они, блядь, опа, увидели меня, всё, ебать. Надо меня ловить, нахуй. Кому-то, а не, это не они, мне показалось. Ладно, всё, поехали в порт. Последний рейс катать. Развозились, я красиво уехал. Как бы, да. Да, на красный, я знаю, да, извиняюсь. У тебя есть бенз? Да. Канистра именно? Всё, давайте спросим. Канистра именно? Или чё? Не, ну, красиво я, конечно, спетлял от них, просто. Сам тот прикол, потому что нужно, если не стреляют, просто выравнивайтесь, чтобы они по прицепу попадали, а по колёсам и по фуре самой нет. И тогда вы сможете нормально удрать. Так, литрами. Именно бенз с литрами. Есть. Да есть у меня бензин, у меня ещё 36 литров, мне ещё хватит на один рейс, это точно. Может, даже на два. Вот она, последняя, пацан, загрузочка на сегодня, в принципе. Фух, лишь бы выпало не в южный, блин. Вот сейчас реально в ломб в южный ехать будет. Ну, скорее всего, в южный упадет. Да. Та-тара-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не, ну, блин, нормально сегодня, продуктивная такая силиичка, в плане того, что мы скилл хорошо прокачали. Поэтому, я думаю, всё довольно-таки хорошо. Я думаю, вам тоже понравилось, как и мне. И южный, а не, Батырева, нормально всё, заебись. Сейчас еще на лесопилку выпадет Вообще будет шикарно Что-то недалеко ехать Если даже на лесопилку выпадет Можно будет еще один рейс сделать Будет вообще заебись Так, момент истинный Куда же мне выпадет В натуре, сейчас лесопилка выпадает Едем, делаем еще один рейс Выпадает Арзамас Доезжаем рейс и заканчиваем Сейчас просто рандом, пацаны Рандом Ну блин, мне кажется, выпадет Арзамас Но если лесопилка выпадет Будет довольно таки хорошо Потому что может будет еще один рейс сделать В этой серии И Ай, ручки Арзамас Просто не судьба Ладно, давайте поехали, доедем рейсик Ручки Арзамас И будем уже заканчивать Там А-у-е-но Просто, смотрите, серы перезагружаются Ай, блядь Я просто Почему, пацаны, такая хуйня Вот почему Вот почему, блин То крашит, то еще что-то Ладно, чуваки, на это будем заканчивать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ну и всем пока-пока Так, сейчас записываю для вас ответы на вопросы В принципе, последняя серия вот эта Про бензовоз Видео вышло 2 часа назад Поэтому извиняйтесь, кого я не увижу После этого видоса Потому что я сейчас буду отвечать на комментарии Которые уже есть на этом видео Поэтому погнали Итак, вот первое Вот первое, короче Что за мелодия? Спрашивает Что за мелодия в начале видео? Вот тебе, дружище, мелодия В принципе, название песни Я с ВК копировал Вот тебе скинул Вот, пролайкал Идем дальше, короче Кирилл, а можно с тобой снимать или нет? Извини, дружище Но я не люблю с кем-то снимать Я всегда снимаю в основном сам Вы это сами прекрасно знаете Скажи трек в начале видео В принципе, я тебе вот его скинул в комментариях Поэтому, я думаю Ты получил ответ на свой вопрос Там ты в плюс на 5К выходишь От 1000 литров Именно поэтому никто не разводит Так далее Очень малый плюс Было бы как раньше с разводчиками Когда ты в плюс на 30 тысяч выходил С 1000 товаров Не спорю, конечно же Да, это не очень прям пиздец выгодно Но сама по себе работа очень легкая И мне на самом деле она очень нравится Как бы просто ездишь Машина очень даже круто управляется И так далее Скорее всего, в модпаке заменят бетонную мешалку Ну, я тоже так думаю Потому что, ну, бетонная мешалка Это ж не бензовоз Поэтому, скорее всего, да Его заменят Эта работа выгоднее, чем дальнобойщики? Нет, я об этом говорил в видосе Что, конечно, дальнобойщики выгоднее Но в этой работе Точнее, на этой работе Вы сами выбираете себе маршрут Да, вы выходите в плюс Всего лишь на 5000 Когда вы привозите продукты Но все равно Вот, три раза привезли 15 тысяч заработали Тем более, ездить не так уж и далеко И, как бы Это довольно-таки не сложно Почему миксер, а не бензовоз? Ну, потому что Эта моделька не заменена в модпаке Если хотите, я могу, в принципе, сам на нее Поставить какую-то модельку бензовоза Блин, так сильно не матерись А то перед батей смотрю И на меня так посмотрел Но-но-но Хорошо, буду стараться поменьше материться Но То были просто эмоции Вы сами должны это понимать Кирилл, у меня сразу два вопроса Почему ты продал тачки из семьи? Ламборгини, Кадиллаки и так далее Я об этом уже сто раз говорил, пацаны Нужно видос здесь смотреть Смотри, дружище Я продал семь машин семье Семь штук И купил семейный бизнес АЗС Бржевский Именно поэтому я слил столько машин Второй вопрос Куда пропало твое новое интро от подписчика с М5? Вот это новое интро с М5 многим не понравилось Поэтому я, как бы, прислушиваюсь к своей аудитории К своим подписчикам И вернул просто старое интро 5к в плюсе Да уж, лучше дальнобоев Ну, я не спорю, что дальнобойщики лучше На дальнобойщиках вы ездите по пикапам Вас вынуждает это делать Потому что это, типа, скрипт так написан А здесь вы сами выбираете На какую заправку вам поехать и так далее Не спорю, на дальнобойщиках лучше платят Но здесь вы не устаете Вы быстро передвигаетесь, как бы, и так далее Ну, решать каждому, где работать, в принципе Я просто снял то, что мне было интересно И показал это вам Ну, что ж, на этом у меня все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ну и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok